Всем привет! С вами я, Фо Тишевский, и сегодня я попытаюсь начать свою рубрику, которую я давно забросил, которую я немножечко ранее анонсировал. Это новости, и это получается седьмой выпуск новостей. Я буду стараться подбирать новости интересные, и, соответственно, как только накопится необходимое количество новостей, и сразу же рассказывать вам, и как бы подкреплять своими какими-то мыслями и доводами. Первое, что хочу сказать вам, это то, что в апреле компания OnePlus, это, можно сказать, является дочерней компанией OppoFind, точнее, человек, который работал в OppoFind, ему захотелось открыть новую конторку, и он открыл OnePlus. Конечно же, денежек он подсуетил у Oppo, соответственно, они как бы ему помогли, долю какую-то наверняка имеют, 100%. В общем-то, я бы не сказал, что OnePlus выстрелил в продажах, потому что еще даже миллиона, насколько я помню, они не продали спустя год, практически год. Но зато он нашумел, и многим-многим-многим он очень сильно понравился. Во-первых, цена 300 с чем-то долларов, во-вторых, ну, как бы какие-то такие интересные вещи там есть. Лично я ничего интересного в этом OnePlus не увидел, не ощутил. У меня даже вот сейчас там лежит на столе JUS3, который на порядок, на порядок интереснее и более привлекательный, как по мне, ну, и стоит, соответственно, дешевле. Но есть еще, как бы, некоторые продукты, которые я представила OnePlus. Это портативный аккумулятор на 10, там 500, по-моему, или просто на 10 тысяч. И еще какие-то аксессуары, и все это, возможно, будет еще дополнительно анонсировано и представлено вместе с презентацией нового флагмана. Подождем, увидим, посмотрим. Лично я хотел бы, чтобы они что-то сделали более прорывное, нежели в предыдущем году. Далее, следующая новость, касающаяся компании HTC. Да, презентация прошла, презентация прошла красиво. Я даже захотел купить HTC One M9, но ценник, конечно, достаточно кусучий. Я думаю, что вряд ли я его приобрету, но, но, многие ждали большого аппарата, ждали, что будет какой-то HTC One M9+. И, вы знаете, HTC решили, что наверняка все-таки стоит сделать этот M9+. И даже появились фотографии, всякие разные рендеры, пресс, там какие-то релизы, какие-то утечки и так далее. Я думаю, что в конце марта будет презентовано что-то у HTC. Возможно, это будет смартфон с кнопочкой. Такое ощущение, что ее стыбзили у компании Samsung. Но, в общем-то, скорее всего, там будет Touch ID. Хотя в M9 Touch ID нет. Ну, кстати, я особо в этом Touch ID не вижу смысла. Почему? Потому что, ну, редко, не знаю, как бы мало кто им пользуется. Плюс ко всему, у HTC есть там пару прикольных плюшек, связанных с блокировкой и разблокировкой экрана. Поэтому, ну, в общем-то, 2К дисплей, более мощный железо. То есть, в плане того, что, скорее всего, там будет 4 ГБ оперативки. И вообще, как бы, ну, все может быть уткой, и это устройство могут не представить. А могут и представить. Подождем, увидим, тоже интересно. Следующая новость – это про Apple. Вы знаете, что Apple провела презентацию 9 марта. Там презентовала новый MacBook, презентовала цены на часы, анонсировала сроки и даты продаж. Очень интересным моментом является то, что есть у них лимитированная версия Apple Watch. Кажется, она называется Edition, которые будут из золота сделаны. Интересным фактом является, один из там аналитиков посчитал, что если Apple продаст почти миллион этих часов, дорогих, хотя я сугубо сомневаюсь, что за 10 тысяч долларов продадут по всему миру миллион за этот год. Но если они в совокупности, там, за ближайших пару лет миллион этих Edition продадут, во-первых, они заработают денег нехило, нормально так хорошо заработают. Но и они сделают очень такую пакостную вещь, то, что цена на золото вырастет, потому что появится, как бы, дефицит золота. Приблизительно там потребуется сколько-то там, 700, около 700 тонн золота. С учетом того, что за год вырабатывается, во всем мире добывается 2000 тонн золота. То есть, это треть всего золота, которое добывается на планете, и им потребуется компания Apple. И это создат определенный дефицит на конец 2015, даже на 2016 год. Ну, возможно, даже на 2015. Забавная такая ситуация, что какая-то технокомпания создаст, возможно, создаст, если, конечно, они, предположим, они продадут действительно миллион золотых часов, создаст всемирный ажиотаж на золото. Забавно. Но, как факт, интересно, я думаю, что можно будет подождать и посмотреть. Многим из нас это вряд ли грозит, но, ну, я имею в виду там почувствовать этот дефицит. Но это прикольно, это реально прикольно. Далее, предпоследняя новость, касающаяся умных часов тоже. Да, Apple Watch стоит от 349 долларов. Наверняка мало кто из нас захочет купить себе такие часы, в плане того, что цена дороже большинства смартфонов и даже вместе взятых планшетов. То есть, к примеру, возьмите, приплюсуйте стоимость вашего смартфона и планшета. Сколько они у вас в долларах выходят? Не у всех. Наверняка даже будет 349 долларов. Но суть не в этом. Суть в том, что PIPA выпустила, такая есть компания китайская, вторую поколение своих часов, C2 модель, которая стоит от 32 долларов на алишки. Я думаю, что они будут от 40-45 долларов продаваться. Ну, для того, чтобы там наценки, за доставку и так далее. В общем-то, мне кажется, это интересным тем, что... А, вот, что самое интересное. То, что они работают на Android Wear. Это, наверное, самые из мне пока что на данный момент знакомых мне часов на Android Wear. Самые доступные. То есть, 32 доллара от производителя. И там посмотрим, сколько они будут на выходе стоить. В общем-то, есть смысл заказать. Я сначала подумывал о LG G-Watch, который стоит 150 долларов в Америке можно купить. Но сейчас подумываю о этих PIPA чисто из-за формата, то, что они стоят недорого, и там Android Wear. Это интересно. Это реально интересно. И я думаю, что такое видео у меня будет. До начала лета точно будет. И последняя новость, связанная с компанией Xiaomi или Xiaomi, неважно. Суть заключается в том, что 12 марта, а это очень скоро, или, возможно, вы уже смотрите после 12 марта 2015 года, они презентуют новые продукты для индийского рынка. Ходят слухи о том, что как бы Mipad официально там завезут, начнут продавать. Но есть как бы вариант, что они что-то еще новенькое закинут. Есть вариант то, что они забацают смартфон за 63 доллара. Вы помните, да, что Redmi 1S стоит 100 долларов. Ну, в Китае можно выхватить. А вот у нас на порядок-то подороже, чем 100 долларов. Ну, неважно. Суть в том, что можно купить на Алиэкспресс и так далее. Так вот, так вот. Xiaomi 63 доллара смартфон с HD-экраном, 4-ядерным процессором и гигабайтом оперативной памяти, который будет по внешнему виду очень схож с Redmi 1S. И еще может быть что-то интересное. Вот такие вот новости на сегодня. Я надеюсь, они были интересны для вас. Если вам нравится эта рубрика, 150 тысяч лайков, куча позитивных комментов, бросайте в комменты. И, конечно же, еще увидимся с вами в новых видео, новых обзорах и так далее. Всем пока!